да уж так не пойдет вот так со светом с кольцевой лампой намного лучше я решила ее использовать как я это делала в первые годы ведения канала достать микрофон и начнем этот влог с распаковки косметики из золотого яблока я на заказывала как мне кажется много всего нас на деле окажется вот такая кучка разделили они мне посылку на 2 на 2 доставки поэтому часть я покажу а часть я даже не знаю что там будет дальше потому что приедет муж я прям даже не знаю как описать свое эмоциональное состояние если скромно описывать то вот я очень-очень рада если скромно сказать последние еще несколько дней я занималась тем что забивала морозильник готовила манты готовила блины как будто вот у меня была такая заготовочная какая-то история просто хочется чтобы это все было может быть что-то даже останется на новый год посмотрим в общем давайте распакуем что я тут нанесла кроме золотого яблока тоже есть какие-то некоторые моменты подарки что-то покажу что-то что то в процессе покажу посмотрим насколько этот влог получится длинным вот такая коробочка мне пришла я сняла пленку чтобы меньше шуршать но я думаю внутренности обычно там это все запаковано и значит первый лот вот все вот так вот примерно завернуто я купила сухой шампунь батист очень классная штука как им пользоваться часто встречаю такой вопрос ну вот как бы принято что когда у тебя волосы немного начинают засаливаться и нет возможности их освежить ты используешь этот шампунь но на деле как его еще рекомендуют использовать как только ты помыл голову сразу вот это все наносишь себе на корни и таким образом ты не знаю правда как это работает в условиях зимы но в общем таким образом ты как бы продлеваешь свежесть своих волос помыл голову нанес вот эту штучку даже немного как бы помогает уложить волосы поэтому в общем закончился купила что-то у меня тут будет в двойном экземпляре но я это не буду демонстрировать потому что есть какие-то есть какие-то штуки которые пойдут на подарочки решила немного обновить свои кисти ну как обновить ну да будем называть это так вот тинель профессионал выбрала их я уже покупала как-то их кисти и в этот раз решила тоже их взять они намного бюджетнее чем менли про но по качеству вообще просто суперские эти кисточки одна для тонального средства другая для тени для чего-то такого растушевки какой-нибудь в общем я кстати под них еще купила держалку стакан но это будет чуть позже и это я брала не в золотом яблоке еще одна кисточка короче я их набрала так как там сейчас скидки вот три кисточки я взяла чему очень рада также купила консилер от лореаль этот консилер мне рекомендовала моя подруга лили лили тебе большой привет у меня кстати там еще будут какие-то вещи которые в своих влогах рекомендует или она вообще мастер такой по всем вот этим косметическим штукам я как-то оставляла ссылку на нее в сообществе у себя в телеграм-канале в общем взяла консилер я сто лет ничего не высветляю вот здесь вот вот здесь вот но думаю нужно как бы возвращаться к этой практике и улучшать свой макияж поэтому купила консилер буду пробовать и думаю мне понравится карандаши наконец-то были не по 400 и по 600 рублей а по 300 с чем-то в общем поэтому я взяла карандаши для бровей от Vivienne Sabo в 02-03 я как-то не особо их различаю на своих бровях что 02-03 в общем взяла поэтому и тот и тот взяла мужу средство для того чтобы борода была более гладкой я не знаю нужно но ему или не нужно я подумала что нужно почему почему бы не купить взяла вот такую пенку очищающий мусс отлично вот такая тушь пупа какой-то там волиум сто процентов хороший маскара буду пробовать у меня последний от Maybelline мне она очень 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 нравится ее не было в наличии в золотом яблоке поэтому я решила попробую опять рекомендация лили возможно она говорила мне про какой-то другой шампунь но вот точно этой марки как она правильно говорится gk hair или ну оставим этот вариант здесь шампунь может быть дальше будет еще бальзам в общем буду пробовать этот шампунь шампунь кстати вообще не бюджетный супер дорогой но я подумала ну как супер дорогой что на новый год почему бы как бы не попробовать не затестить а потом опять вернемся к гарниру или к любым другим остальным шампунем по моему около около двух тысяч вот такая баночка стоит но это супер небюджетно но это новогодний подарок самой себе это у меня крем для кожи вокруг глаз по моему или что-то вроде того у меня закончился крем я решила что нужно обновить сейчас там скидки какие-то новогодние кстати девочки кто платит за вообще пользуется карты тиньков это кстати не реклама у них там периодически весь декабрь скидки на разные магазины вот я делала доставку несколько раз перекрестка использовала промокоды и после того как я уже сделал заказывал том яблоки я увидела что у них там был промокод чуть ли не 25 процентов на золотое яблоко я конечно очень сильно расстроилась что потеряла немного в средствах своих вот этих всех финансовых но я использовал какой-то другой промокод на меньшую скидку но тем не менее если вы собираетесь там по моему до конца декабря это действует и у вас есть карта тиньков опять же повторяю что это не реклама просто просто мое упущение может быть кому-то это будет полезно такие помады в цвете пролины или что-то такое в общем нежно-коричневый цвет здесь какой-то должен быть и тут и тут стеллари и люкс визаж обновила себе точилку я уже заказывала но она вообще никак не подошла к моим карандашиком туда ничего не влезает я не знаю как я так до этого заказала точилку поэтому обновляю точилку еще раз за этот год и теперь она у меня есть от фирмы catrice так это гель для душа по-моему по-моему это было холика-холика если я не ошибаюсь возможно я ошибаюсь тут что-то что-то вообще написано другое почему мне казалось что это холика-холика может быть здесь что-то на корейском такое написано что это холика-холика не знаю в общем гель для душа обновила также у меня была доставка продуктов и из перекрестка я заказала там новогодние игрушки заказала дракошу его не было хорошо что кое-что и другое добавил заказ вот такая балерина все ее определю на елку и как я уже не рассказывал в одном из влогов если на сможем такая традиция украшать елку рафаэлками я не знаю возможно это какой-то колхоз это как-то как-то не знаю со стороны кажется стрёмно непонятно и странно но вот появилась у нас такая как бы семейная традиция поэтому это я тоже определю на елочку вначале я там рассказывала про то что я готовлю не готовлю уже 8 минут рассказываю про косметику а может быть даже и дольше это зима пакеты сюда пойдут фаршированные блины потом у меня там есть я заморозила морковь натертую тоже уберу ее в зип-пакет до этого я заготавливала сладкий перец тоже хочу убрать его в зип-пакет что меня раздражает обычные пакеты как это все лежит как-то в общем вот это подходит для хранения продуктов питания экологичные из пищевого пластика будет аккуратно про экологию мне как-то написали вы используете столько пакетов вы вообще не думаете об экологии я думаю господи иди каким-нибудь компаниям крупным производителем или начни себя мне не пиши ничего мне такое не нравится ну я в силу того что тоже конечно меня это все волнует это все понятно но не могу себе отказать в удобстве в использовании пакетов предназначенных для морозилки следующий заказ это как раз таки это он маленький да совсем стаканчик для хранения кистей но очень красивый какая-то такая золотая клеточка все сразу мы сюда попробуем что-нибудь определить чтобы понять по длине это то или мы снова попали в просак мы это я ну в принципе в принципе она мала но я все равно это буду использовать хотя наверно когда их будет чуть больше будет это все нормально смотреться какая классная кисточка хоть как-то обустроить свой косметический столик подумала что если я заказала консилер то нужно заказать к нему и спонжи и на зон наткнулась на вот такую вот историю есть 4 спонжика не знаю как они вроде бы вроде бы ничего такие что еще ну какие-то штучки я сейчас кстати буду запаковывать в бумагу купила подарочную бумагу упаковочную новогоднюю еще ничего не доставала не смотрела естественно и сейчас тут посмотрим что как ее достались такой плотный тубус этот я не знаю логить не ожидала что пол влога я посвящу тому чтобы не буду знать как достать упаковочную бумагу да ладно получилось я больше всего хотел посмотреть в отзывах пишут что не всегда докладывают все листы вроде все три листочка есть вот такие елочки здесь главное не запортачить с этим упаковочным листом потом что здесь блин как красиво супер просто плюс 100 к новогоднему настроению это щелкунчик так и третье кто у нас тут почта деда мороза я просто в восторге от этого всего сейчас буду упаковывать кстати говоря заказала тоже мужу подарок через озон и впервые видимо не знаю как там это происходит доставка будет из-за границы у меня попросили ввести мои паспортные данные я все взяла надеюсь это все придет и таможне это ничего не задержит просто впервые столкнулась тем что нужно вот было вводить паспортные данные какая самая красивая по моему ты тогда с елочками смотря конечно какого размера подарок если там какая-то маленькая будет штучка там даже будет непонятно что что это елка но у меня не планируется маленьких упаковок я так скажу завтра мы собираемся с родителями съездить на красную площадь дай бог все получится очень редко там бываем а сейчас она еще и новогодняя хотелось бы успеть туда как бы съездить попасть в непринужденной обстановке может быть мы потом еще и всех вчетвером туда съездим посмотрим как будет опять же со временем со всякими разными делами муж кстати говоря вот эту квартиру я перебегаю смысле на мысль не видел вот в таком состоянии то есть он уехал и по моему здесь заканчивали красить стены то есть он не видел как в жизни выглядят эти стены какого они вообще действительно в жизни цвета он не видел открытый пол все было заклеено я же тут все как бы выносила и в зале и в комнатах и все было там заставлено краской там было все заставлено я уже даже не помню чем а стульями стулья я продавала какие-то то есть здесь не было шкафа не было дивана не было кровати ничего не было здесь из того что сейчас тут вот появилась и как бы что-то я там в ванной до собирала унитаз какие-то очень такие мелкие вещи я думаю приедет и у него будет ощущение точно сказочное на это надеюсь это он конечно во всем этом принимал участие все это конечно обсуждалось там тем или иным образом но все равно я думаю у него будут какие-то вот такие приятные свежие ощущения того что вот здесь изменилось появилось остается немножечко вот погулять с родителями там что-то дозаказать до забрать запаковать и в принципе потом начнется другая суета по наверное изменению какими-то опять квартирах может быть мы что-то будем докупать скорее всего будем докупать часть подарков я упаковала смотрела вчера вечером видосики как это все делается кассет так увлекательно вот это все запаковывать создавать такие конвертики ну конечно будут дождаться что там еще пройдет и постепенно это кучка будет увеличиваться и потом все отправиться под елку все что вчера планировала сделала рафаэла тоже повесила на елку как будто бы сегодня в отчет по моему вчерашнему вечеру балерина тоже здесь расположилась когда огонечки включаются все более конечно интересно смотрится как будто бы можно было бы и третью пачку купить потому что так вот не очень много этих конфет кажется ну и самое главное что меня радует это морозилка переложила все в зип пакеты как и хотела морковь перец там манты лежат здесь блины одна начинка другая начинка и вот тут тоже у меня такой запасик я не знаю наверное на новый год тоже что-то останется потому что это же все таки манты они пельмени ну где-то далее сделала такими аккуратными но все равно думаю мы не успеем это все до нового года поэтому что-то будет и на новый год ну и там мясо осталось и перец я довольна у нас резко изменилась погода снег перешел дождь минус 3 стала ура мы доехали до красной площади до елочек мы еще не зашли правда до ярмарки но ничего пока тут ходим вокруг очень так терпеливо меня ждете так Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы, по-моему, улетели в Индию И началась пандемия Здесь парад ёлочек ежегодный Каждый какой-нибудь бренд наряжает свою ёлочку Здесь их бесконечное количество на всех дорожках по пути От всех, всех, всех Я почему-то любила ёлки от телеканалов Не знаю, когда раньше снимала У меня целое видео есть про ёлки в Гуми Давно-давно снятое Папа себе взял мороженое Мы с мамой не хотим А у него прям к нему любовь Любит мороженое Уже следующий день я приехала домой Вчера были на Красной площади Ночевала я у родителей Сегодня забежала там же возле них На маникюр к моему мастеру Как бы всё, новогоднее настроение на руках отражается Забрала сейчас открыточки С Валбрис вот такие С Новым Годом, с Рождеством Там такая типа Такой тематики Классной Блин, сейчас уже, конечно, не успею показать Потому что скоро в аэропорт выезжать Посылка из золотого яблока Вот она дошла, которая должна была дойти И вот такую подушку Думаю, она неплохо смотрится С коралловым, зелёной Ну, что-то такое, я не знаю, новогоднее, неновогоднее Я вот сначала вот эту заказала Вот забрала И думаю, что нужна вторая Потому что, что, одна подушка На весь диван как бы нужно две Там слон лежит Всё, сейчас быстренько собираю Себя привожу, так сказать, в порядок И мучу во Внуково Я собралась Уже время подходит для моего выезда Прочитала новость, что в Нарофоминске упал беспилотник Нарофоминск находится в Московской области В стороне аэропорта Внуково Да, вот я, собственно, и собираюсь Когда такие ситуации случались ранее Все рейсы обычно перенаправляли в Шереметьево Объявляли план ковёр Но вот я, к сожалению, не отслеживала Какой промежуток между этими новостями был То есть я сейчас не понимаю Объявят такой план ковёр? Не объявят Наверное, всё-таки поеду во Внуково Может быть, уже всё нейтрально и безопасно Но если вдруг Лёш прилетит в Шереметьево То, наверное, мы просто встретимся здесь на квартире И всё разрешится хорошо Главное, конечно, это безопасность Я помню, что когда тоже прилетала Мы как-то высчитывали мне время Чтобы это было не вечером и не совсем утром Я помню, что я вот так прилетала Но здесь немножко просчёт у нас со временем Поэтому не знаю Но я думаю, что всё будет хорошо Буду выезжать Девочки и мальчики Мы сегодня уже в Рязани Я вчера успешно встретила мужа Лапнукова, здравствуйте И сегодня у нас тут процедурки Пришли посидеть в эту комнатку В которую мы всегда ожидаем приёма Была у нас сегодня чистка Потом нам нужно будет ещё раз приехать поставить Что, имплант, да? Зуб Всё Коронку Коронку И у меня сейчас ортодонт И вот, и поедем домой Последний рывок перед поездом Взяли, я себе взяла ролл У Лёши взял бургер Картошка по-деревенски, кола Соус барбекю В общем, сто лет здесь не была И вот этот день настал Едим и едем Боже Какая встреча Ну там не было А мы что-то не подумали Вы на метро ехали Вас встретить не могли На машине А что у него такое лицо наркоманское? Я подумала, почему-то что-то на такси Потому что я жоп кто-то чашет На первое мясо Мы заезжали к родителям Ну я думаю, было понятно По прошлым кадрам Там вкусненько поели Пообщались Очень классная связь У мужа С кошкой Она его вспоминает Каждый раз Так обнимает и так целует Я не знаю Я практически не в тот раз Это все снимала Но в этот раз я думаю Вставлю что-то во влог Какие-то моменты Сейчас мы едем Сразу в несколько мест Нам нужно сделать освещение В коридоре Нам нужно что-то докупить в Леруа Что-то докупить в М-Видео Все вот эти покупки Я думаю, будут уже в следующем влоге Поэтому на этом видео буду заканчивать Спасибо, что вы меня смотрели Если вам это видео понравилось Обязательно поддержите его лайком Подписывайтесь на телеграм-канал Подписывайтесь на ютуб-канал Увидимся с вами Совсем скоро В следующих видео Пока-пока